Привет, друзья! С вами канал Кроссмота. Не так давно русскоязычный интернет всколыхнула новость о разработке российского электромотоцикла Аурус в рамках программы Эскорт. Информация о конструкции и технических данных немного и сеть полнится слухами. Данный прототип добротно разобрал Илья Сплин на канале ProJapan. А в этом коротком видео я позволю выразить свое субъективное мнение о данной технике. Также милости прошу в комментарии. Напишите свое мнение, технологически это прорыв или очередная показуха под отмывание денег. Начнем с того, что программа разработки техники для почетного кортежа существует еще с начала 2010-х годов. В 2018 широкой публике представили мотоцикл Иш-Кортеж от концерна Калашников с двигателем внутреннего сгорания объемом 1,8 литра. Заявленные характеристики прозвучали следующие. 150 лошадок, разгон до сотни за 3,5 секунды и масса в 510 кг. Особенно меня смущает вес, даже если это цифра для снаряженного мотоцикла. Ну да ладно. Также чуть ранее показали электрический легкий мотоцикл Иш-Пульсар. Первая партия этого утилитарника предназначалась для службы внутренних дел, национальной гвардии, МЧС, ФСБ и тому подобное. Вторая партия для гражданского использования. Пульсар можно купить. Ценник 590 тысяч рублей, что в пересчете в доллары порядка 8 тысяч. Что касается Кортежа. Статьи, датированные 2018 годом, гласили, что буквально через год-два эта техника поступит в продажу для гражданских лиц как в РФ, так и за рубежом. Однако на момент марта 2021 техника не продается и даже неизвестна хотя бы ценовая политика. Смею предположить, что ценник был бы космическим. И еще один факт. На момент 2018 года была озвучена сумма, выделенная на программу Кортеж. 12,4 миллиарда рублей. Теперь вернемся к нашим баранам, а точнее Аурусам. Роскошные автомобили под этим именем для Кортежа уже разработаны и испытаны. Ценник около 20 лямов рублей. Разработкой электромотоцикла занялись совместно нами и калашников, хотя патент принадлежит исключительно первым. Ребята из нами собрали прототип в соответствии с требованиями гаража особого назначения ФСО России. Из промо-ролика видна работа над моделированием работы подвесок и изучение аэродинамических качеств прототипа. Техническая информация крайне скудна. Известна максимальная скорость 250 км в час и разгон до сотни за 3,7 секунды. На видео я рассмотрел пространственную раму, вероятнее всего алюминиевую, алюминиевый маятник с моноамортизатором. Батарея расположена вертикально и этот факт, как у меня, так и у моего коллеги Ильи Сплина вызвал вопрос о центре тяжести и управляемости прототипа. Информация о емкости батареи не афишировалась. Имеется радиатор охлаждения электродвигателя, заявленная мощность которого 190 лошадиных сил. Из прочего, тормозные системы Brembo с решетками АБС и электронно регулируемое ветровое стекло. По концепции мотоцикл похож на массивные туреры, к примеру, РТ серия BMW. Дизайн выдерживается в стилистике имеющихся автомобилей Aorus Senat и Arsenal. Указатели поворотов интегрировали в торцы руля. И да, на эту деталь по скидке я наталкивался на Алиэкспресс. Предполагается, что мотоцикл тяжелого класса в рамках единой модульной платформы можно будет поставлять в подразделения МВД и МЧС. Допускается возможность его выхода в свободную продажу. Информации о сроках появления других образцов пока отсутствуют. Глава Минпромторга РФ Денис Монтуров заявил, что массовое производство мотоциклов из проекта «Кортеж» планируют наладить в 2022 или 2023 году. А для гражданских, вероятнее всего, будет доступна городская версия мотоцикла в стиле Кафе Рейсер. Пока Aorus собирают на мощностях NAMI в Москве. Они позволяют выпускать порядка 150-200 единиц техники в год. Знаете, мне очень хочется верить, что технику доведут до ума и она пойдет в массовое производство. Это и опыт, и рабочие места. Однако, творящиеся вокруг заставляют относиться к информации и подобным презентациям скептически и достаточно хладнокровно. Ибо это может оказаться очередной пустышкой без будущего. Как получится в итоге, покажет время. На этом все. С вами был канал Кроссмото. Спасибо за внимание. Лайк и подписка, если видео понравилось. Диз, если нет. И обязательно, мой друг, напиши, что ты думаешь о мотоцикле Aorus. До новых встреч.